Мы рады вас приветствовать в сценарии нашего дворца культуры на неоткрытых дверей Самарской государственной сельскохозяйственной академии. И на эту сцену приглашается ректор Самарской государственной сельскохозяйственной академии Александр Михайлович Петров. Доброе утро. У нас микрофон работает? Работает, да? Доброе утро. Дорогие друзья, участники Дня открытых дверей, традиционно мы на своей площадке собираем всех заинтересованных в выборе дальше того пути, который связан с получением высшего образования. И, конечно же, наш ВУЗ, как и все ВУЗы, собирает у себя на своих же площадках для того, чтобы ознакомить с теми условиями, с теми возможностями, которые предлагает наше высшее учебное заведение для тех, кто выбирает соответствующие программы, которые реализуются в наших стенах. Конечно, сегодня день морозный, холодный, может быть, не самый располагающий для того, чтобы приехать из дальних уголков нашей области и в целом территории, прилегающей к Самарской области. Но, тем не менее, мы благодарны вам, что вы сегодня с нами на этой встрече и, надеемся, может, в таком узком кругу мы поговорим о тех нюансах, о тех возможностях, которые мы предлагаем сегодня в приемной кампании 2019 года. Я хочу сказать, что для нас этот год особенный, особенно он связан с тем, что мы в этом году отмечаем столетие со дня основания нашего ВУЗа. И буквально 9 января, в какой-то мере, и благодаря вот этим событиям, которые грядут у нас в этом году, и мы будем их отмечать широко и масштабно, наш учредитель Министерства сельского хозяйства Российской Федерации придала нам статус университета. И поэтому с 9 января мы уже не Самарская сельскохозяйственная академия, а Самарский государственный аграрный университет, с чем мы себя поздравляем. И вы, надеюсь, к этому присоединитесь. Спасибо. История нашей ВУЗ, как видите, богатая. История, именно здесь, на этих землях, в свое время зарождалось аграрное образование губернии. Так, немножко, небольшой экскурс в историю. В 1899 году, указом Николая II, было создано сельскохозяйственное училище. Здесь, вот на этих землях, поселок Усть-Кеневский. И впоследствии, да, когда уже мы в 19-м году отделялись, как структурные подразделения от Самарского государственного университета, впоследствии мы переехали сюда, на эту площадку, тогда этого сельскохозяйственного училища, и стали инфраструктурно развиваться. И вот здесь, на этой площадке, поселок Усть-Кеневский, развивался наш ВУЗ. И сегодня он уже трансформировался в университет, потому что мы отвечаем сегодня всем требованиям, предъявляемым к университетам. Это, прежде всего, на нашей площадке есть вся необходимая, как я уже сказал, инфраструктура. Это для организации учебного процесса. Это, соответственно, все, что касается возможностей для того, чтобы заниматься спортом, творчеством. Это дворец культуры, в котором мы находимся, это два спортивных комплекса, это, конечно же, столовая, это все необходимые лаборатории научные и хозяйственные службы, которые обеспечивают жизнедеятельность высшего учебного заведения. И, конечно, мы занимаем центральную часть этого поселка, замечательного, уютного, зеленого поселка, комфортного для проживания, находящегося на берегу реки Кенель. И здесь, конечно, уютно и, конечно, интересно жить. Интересно жить, потому что все создается для того, чтобы вы занимались не только тем, что осваивали свою будущую профессию, но и, конечно, могли реализоваться и в других сферах деятельности. Это наука, как я уже сказал, спорт, творчество, общественная жизнь. И скажу, что в этом отношении наш ВУЗ является лидером во многих направлениях. Просто как фрагмент приведу пример, что по итогам прошлого года наш ВУЗ стал победителем по организации спортивно-массовой работы. Это были среди ВУЗов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. А их немало, немного, 54. Вот это тоже такой серьезный успех и характеристика того, что в ВУЗе, конечно, создается много условий для самореализации любого студента. Конечно же, мы прежде всего сегодня будем говорить о реализации ВАЗ, как будущих специалистов с высшим образованием. В Академии я скажу, что есть квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Сегодня у нас можем говорить о том, что почти 90% преподавателей – это лица с учеными степенями и званиями. У нас реализуются все уровни подготовки в системе высшего образования. Мы готовим бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов. Работают два диссертационных совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. Вот такой спектр образовательных программ и по вертикали, и спектральная ситуация с возможностью выбора, она довольно-таки широка и, конечно же, соответствует вот этому понятию, как университет. Какую же специальность выбрать, на какой факультет поступить, об этом сегодня будут говорить наши уважаемые деканы. Каждый декан выйдет и скажет о том, что сегодня предлагается на конкретно взятом факультете. Могу сказать, что все специальности сегодня крайне актуальны. И всего у нас сегодня 16 направлений специальности подготовки. Это по бакалавриату и специалитету, 4 направления по магистровской подготовке, у нас 6 направлений аспирантской подготовки. Вот какую выбрать сегодня программу, это все зависит, конечно, от того, какими компетенциями вы обладаете на, как говорится, этапе завершения обучения или в техникуме, или в школе. И к чему вы склоняетесь. У кого-то есть математические задатки, у кого-то склонность к естественным наукам, естественно-научным дисциплинам. Кто-то гуманитарий по своему представлению о том, чем ему в дальнейшем заниматься. И поэтому вот здесь этот выбор предопределяется прежде всего вашими, прежде всего потенциалом, вашими представлениями о будущей профессии. О том, что эти профессии, которые реализуются в Академии, крайне актуальны. Потому что мы работаем в основном для рынка, который связан с агропромышленным комплексом региона и страны. И сегодня этот рынок и эта отрасль экономики нашей страны крайне динамично развивается. Развивается она благодаря тем технологиям, которые приходят в эту сферу деятельности. Современные биотехнологии, современные технологии, связанные с вопросами внедрения цифровых технологий. И, конечно, сегодня нужны современные специалисты, которые смотрят на эти вещи современными представлениями о развитии этих сфер деятельности. Приведу несколько примеров современных технологий. Вот в частности сегодня наше Министерство Сельского хозяйства Российской Федерации определило наш университет как пилотную площадку для разработки модели прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур. Когда мы на основе показателей, которые снимаются с большого количества датчиков, специальных устройств, которые позволяют накапливать данные, собирать их на единых платформах, алгоритмично обрабатывать. И впоследствии уже технолог, агроном, специалист, который работает с этими базами данных, должен принимать уже правильные эффективные решения, которые и повышают эффективность производства, и снижают затраты производства. Вот это сегодня является актуальным, и мы, конечно же, работаем над разработкой таких моделей, которые будут работать и в растеневодстве, и в животноводстве, и в других сферах деятельности, которые связаны с сельским хозяйством. Для того, чтобы поступить на инженерное направление, ну, кроме того, что надо сдать обязательно наши обязательные предметы единого государственного экзамена, это математика или русский язык. Обращая внимание, что математика, недостаточно иметь базовый уровень математики для поступления в ВУЗ, нужно иметь профильную математику, это возьмите на вооружение, а то приезжают нам, говорят, а вот нам в школе заявили, директор школы, преподаватель, о том, чтобы достаточно сдать базовую математику, а потом профильную, будете сдавать уже непосредственно в самом университете. В университете единый государственный экзамен не принимают. В университете просто фиксируют результат сдачи уже единого государственного экзамена. И на основании этих результатов формируют конкурсную ситуацию. Поэтому на это обращаем внимание. И третий предмет, это уже в зависимости от профиля, поступаете вы на инженерные направления. В нашем случае это агроинженерия, это эксплуатация транспортных технологических машин и комплексов, это землеустройство, это профессиональное обучение в сфере агроинженерной подготовки. Это все предмет физика. Если вы поступаете в такие направления, как агрономия, садоводство, лесное дело, зоотехния, ветеринария, биология, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, то заявляется биология. Если вы поступаете на экономическо-управленческие направления подготовки, такие как экономика, менеджмент, государственное муниципальное управление, это все у нас общество знаний. Вот такой как бы набор тех дисциплин, которые необходимо представить в приемную комиссию, как результат единого государственного экзамена. И дальше складываются конкурсные ситуации. Нас часто спрашивают, сколько необходимо набрать баллов по сумме трех предметов для того, чтобы поступить на бюджетное место. Это все определяется конкретной конкурсной ситуацией в конкретном году. Она может складываться, как говорится, по-разному. Если, например, мы говорим о поступлении на ветеринарию, да, то в прошлом году, и Владимир Владимирович может уточнить, да, этот балл, это примерно проходной, был по сумме трех предметов на уровне 185 баллов. То есть по трем предметам нужно было набрать примерно 185 баллов. В этом году, как она сложится ситуация, может это будет 190, может быть 180 это будет и так далее. Но, тем не менее, надо понимать, что вот чем выше ваши показатели единого государственного экзамена, тем больше у вас возможности поступить на бюджетные места. Бюджетных мест у нас достаточно. Мы из тех вузов, которые всегда имеем достаточно серьезный багаж бюджетных мест, по крайней мере, на все профильные направления, связанные со спецификой сельского хозяйства, мы имеем в таком количестве, которое практически обеспечивает поступление всех, кто прошел конкурсные испытания, на бюджетные места. Включая даже иностранцев, которые к нам с каждым годом все активнее и активнее приезжают. Это, прежде всего, Казахстан, это представители Киргизии и так далее, и так далее. Мы эту географию тоже расширяем, и не только страны ближнего, как говорят, зарубежья, но уже сегодня мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время к нам приезжали представители и дальнего зарубежья. Потому что это один из показателей эффективности работы высших учебных заведений, наличия контингенте иностранных студентов. Вот такая сегодня ситуация, если говорить о поступлении на конкретные направления подготовки по результатам единого государственного экзамена. Есть еще одна, как бы, траектория поступления в ВУЗ. Это так называемая конкурсная ситуация для тех, кто претендует на целевое обучение. То есть такая квота в количестве бюджетных мест определяется по каждому направлению. Ну, например, там на агроинженерии берется 25-30 бюджетных мест и выделяется для тех, кто поступает как целевик. Кто такие целевики? Это те, кто приезжает по направлениям от государственных и муниципальных органов местного соуправления или учреждений. Например, вы живете на территории муниципального образования, приходите к руководству района или в управление сельского хозяйства района или города, если вы живете в городе, и просите вас поддержать с точки зрения ваших желаний поступить на направления, которые актуальны для этого района, для органов местного соуправления, и, соответственно, орган местного соуправления, он уже берет на себя обязательство, заключая с вами контракт, что вы, окончив вуз, приезжаете и будете работать по направлению, которое они определят на конкретной территории. Это обязательство связано с тем, что вы можете отрабатывать 3, может быть, 5 лет. Но при этом руководство органов местного соуправления берет на себя обязательство по социальному обеспечению вас, как молодого специалиста. Это, прежде всего, вопросы жилья, трудоустройства, зарплаты и других социальных пакетов, которые должны быть обеспечены для молодого специалиста. Я скажу, что здесь действуют достаточно хорошие сегодня меры государственной поддержки, об этом Лидия Мерханна расскажет. Более подробно, что для молодых специалистов, которые едут работать под управлением целевым, конечно же, предусматриваются определенные льготы, в том числе и материального характера. Это тоже одна из выигрышных ситуаций, кроме того, что вы имеете гарантированное трудоустройство и поддержку государства и конкретных муниципалитетов. Но это и более льготная ситуация при поступлении в ВУЗ, потому что на целевые места объявляется отдельный конкурс. И там конкурса, как правило, большого нет. Например, на 30 бюджетных мест претендует 31 человек. Ну, тот, кто 31 не попадает, он уходит в общий конкурс. То есть он может претендовать также в конкурсе на общие места, бюджетные места. Для тех, кто не попадает на бюджетные места или на тех направлениях, на которых нет бюджетных мест, предлагается, конечно же, поступать на условиях оплаты за обучение. Сегодня это повсеместная практика. Во всех ВУЗах есть и бюджетные места, и есть те места, которые предлагаются на условиях оплаты. Где-то их больше, где-то их меньше. У нас доля тех, кто учится на условиях оплаты за обучение, составляет 25% от всего контингента обучающихся. Небольшая, но тем не менее есть. Стоимость обучения определяется нормативами, которые определяются Министерством науки и высшего образования. И нашим учредителям, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Что есть определенный минимальный нормативный порог, ниже которого высшие учебные заведения стоимости обучения не должны определяться. По прошлому году эта стоимость, которая была определена, это примерно такой разрыв от 100 до 120 тысяч рублей в год. В год. Соответственно, это 50-60 тысяч рублей за семестр. Ну, или как за полгода. Но у нас, тем не менее, есть определенные преференции для тех, кто имеет высокие показатели единого государственного экзамена. Мы тут имеем возможность дифференцировать стоимость и уменьшать ее. Я скажу, что в прошлом году, вот, имея в аттестате хорошие оценки, имея высокий результат единого государственного экзамена, когда люди приходят на те места, на которых нет бюджета, да, мы, тем не менее, дифференцируем стоимость обучения. И вот на первом курсе устанавливали стоимость в районе, там, 70, кажется, 9-ти, там, или, да, у вас, лично, да, вовремя сдаете сессию, установленный срок, то вам сохраняются эти преференции. Если нет, то вы выходите на нормативную вот ту сумму, которую я называл как 100-120 тысяч рублей. Поэтому здесь ситуация тоже может быть регулирована, регулируема, в зависимости, опять, от того, насколько вы сегодня, вот, пришли к нам с таким-то багажом, и мы этот багаж, конечно же, оцениваем и учитываем уже в конкурсной ситуации, в том числе и про формирование договорных обязательств, которые связаны с оплатой за обучение. Результаты единого государственного экзамена, плюс к этим результатам, вернее, да, принимаются во внимание и так называемые показатели ваши личные. Это все, что связано с тем, что вы, например, замечательный спортсмен и имеете значок ГТО. Вы писали сочинения, вы имеете другие достижения в области, там, творчества, искусства, спорта. Поэтому, когда вы приезжаете в приемную комиссию, не стесняйтесь, привозите с собой все ваши награды, результаты, которые подтверждены, там, да, вот этими дипломами, сертификатами, медалями. Это все учитывается, все фиксируется. И, конечно, в копилку результатов ЕГЭ добавляются вот эти возможные 10 баллов, которые могут сыграть роль определенную в расстановке вас в рейтинговых списках. Это важно. Ну, вот эти моменты, они такие общие, в принципе, как для всей системы высшего образования, куда поступают наши абитуриенты, так и конкретно вот в нашем ВУЗе есть некие нюансы. Эти подробности вы можете задать сегодня, ответим мы с удовольствием на все вопросы, дадим и пояснения. В студенческой жизни я даже узнаю такие примеры, когда люди поступают к нам, молодежь, знаю, что здесь замечательная хоккейная команда, знаю, что здесь у нас замечательная команда КВН. Это тоже неотъемлемый час жизни. Я, знаете, примеров очень много. Сегодня на телевизионном экране первых каналов наших, да, мы видим часто наших артистов, знаменитых людей, публичных людей, которые в том числе заканчивали и аграрные высшие учебные заведения. Вот. Ну вот, встав на определенную там стезю, связанную с творчеством, да, они добиваются таких результатов, что вот их жизнь потом серьезно трансформируется, они идут вот в этой траектории. Вот. У нас часто декан факультета биотехнологии и ветеринарной медицины, Владимир Владимирович, он будет поступать, но не Путин, а Зайцев, такая вот фамилия даже соответствующая, название факультета. Владимир Владимирович, правильно? Он часто приводит пример. Настатин Эрнст, да, генеральный продюсер Первого канала. Все знаете такого человека, да? Настатин Эрнст. Вот он, где у нас учился, Владимир Владимирович? Захар закончился. Он закончился специально за технию, да, у нас там, в Москве там, да? Вета-академии. Вета-академии. Где у нас студенты выступают в своем дебюте, так называемом, таланты, сагинац, когда каждый факультет готовит свою отдельную программу. И в ней, в этой программе участвуют только первокурсники. И они показывают все свое творчество. Конечно, с ними работают старшие товарищи, наши режиссеры, наши руководители различных направлений кружков, и танцевальных, и вокальных, и хореографических, и в том числе те, которые связаны с шуткой и юмором. Это КВН, Стэм, Студенческий театр экстрадных миниатюр. Все это находит свое воплощение вот в таких вот уже представлениях, которые даются на этой сцене. Конечно, эпофеоз творческого всего года, в ВУЗе, это студенческая весна. Я скажу, что в этом мы преуспели, мы последние годы входим в тройку лучших концертных программ Самарской области. Конкурируя там с нашими ведущими университетами, и в этой части, конечно, мы достойно выступаем. В спорте, я уже говорил, сегодня у нас большие заслуги. У нас профессионально занимаются спортсменами всеми практически игровыми видами спорта. Мы неоднократные чемпионы России по мини-футболу. У нас есть сегодня различные направления танцевальные, спортивные, в том числе такая фитнес-аэробика активно развивается. В этом направлении мы занимаем уже серьезные позиции среди команд Самарской области. И, конечно же, как результат этой большой работы, нам доверено в этом году провести на своей площадке финал универсиады среди студентов Аграрных ВУЗов России. И в марте, с 10 по 16 марта, на наших площадках спортивных будет проходить финал студенческой универсиады среди всех Аграрных ВУЗов России. Сюда съедутся лучшие спортсмены со всей России. И, конечно же, мы будем принимать, создавать все необходимые условия. Ну и, конечно же, покажем, что в Самаре есть спорт, этот спорт высоких достижений. Потому что есть в том числе в Самаре и замечательный ВУЗ, Самарский государственный аграрный университет. Наука тема отдельная, я тоже буквально несколько слов скажу, потому что любая наука, это позволяет, прежде всего, проектно подходить к решениям любых проблем. Изучать, анализировать, четко расставлять акценты целей и задачи, видеть ресурсы достижения поставленных целей. Это тоже алгоритмичность такая определенная, которую надо формировать в себе для того, чтобы стать управленцем, организатором процесса. А многие из выпускников наших, которые работают сегодня в экономике, в других сферах деятельности, они прежде всего все, как правило, руководители и организаторы. Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, выпускник агрономического факультета. До него министром был выпускник инженерного факультета. До него был выпускник факультета биотехнологии и ветеринарной медицины. То есть в разных ипостасиях можно достигать в том числе и серьезных позиций, которые связаны с управлением, руководством, организацией. Поэтому эти качества, конечно, во многом формируют в том числе и наука, которой надо заниматься. С первого курса и до последнего курса. И здесь тоже успехи большие, значительные. Мы выигрываем всероссийские олимпиады и конкурсы научных работ. И успешные студенты за это еще и получают серьезную прибавку к стипендии. Вот если вы добиваете серьезных успехов в учебе, в науке, в спорте, в творчестве, в общественной жизни. Это все возможность получать повышенную стипендию, размер которой составляет 8-10 тысяч рублей в месяц. И таких студентов у нас в Академии. И они есть. Они реально получают такие возможности. А ежегодно порядка 80-100 человек, наиболее успешных студентов со всех курсов, которые определяются тоже по соответствующей рейтинговой оценке, они поощряются поездкой на Черное море, где проводят неделю на берегу Черного моря, под Туапсе, на доме отдыха. Это тоже вот та возможность, которая бесплатно предоставляется нашим студентам за заслуги, которые они получают, обучаясь и занимаясь активной общественной и внеучебной работой. Я могу долго говорить еще о тех возможностях и прелестях, которые есть в Академии. Хотел бы еще раз поблагодарить на то, что вы сегодня с нами. И пожелать, конечно же, пройти вам испытания единым государственным экзаменом, успешно выдержать вступительные испытания, кто наступает после окончания средних профессиональных учреждений. Конечно же, если вы сделаете выбор в пользу нашего вуза, то вы, конечно же, во многом определите свое будущее, в котором вы будете конкурентны, востребованы и эффективны. И мы будем с вами строить будущее. Вы свое, и мы общее наше будущее на своей земле. Спасибо. На сцену приглашается руководитель управления профессионального развития и сельского консультирования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Лейли Тимирхануна Мептахова. Всем добрый день. Давайте, наверное, я задам очень простой вопрос. Кто же точно для себя решил, что он будет поступать, что он будет продолжать учиться уже 100%? В лес в руку. Давайте другой вопрос тогда задам. Кто же четко понимает, что он будет делать после того, как он выходит сейчас из своего учебного заведения, он точно понимает, так, я не хочу дальше учиться, я хочу свое дело. Такие есть у нас сзади? Есть. Хорошо. Теперь, наверное, в двух словах о том, что делает государство для каждого. Как сейчас уже сказал Александр Михайлович, есть мера государственной поддержки. И если вы уже сейчас на своих, на каких-то первых шагах решите, что да, я уже готов, я хочу открывать свой бизнес, хочу пойти по своему направлению, есть отдельная мера, о ней я расскажу чуть попозже. Но есть также и мера, если вы выбираете, например, работу в каком-то предприятии сельскохозяйственной сферы у нас на территории муниципальных районов, то мы вам можем выплатить единовременную выплату и, соответственно, в течение трех лет выплачивать ежемесячную выплату, но она будет в два раза меньше, нежели если вы закончите учебное заведение высшего звена. Там уже мера государственной поддержки более серьезная, и за три года в общей сумме вы получите свыше 450 рублей. Согласитесь, что, опять же, эти деньги просто так на дороге не валяются, что от вас за это просят фактически работать три года на одном предприятии, которое находится и зарабатывает свои средства и вкладывает в сфере АПК. Что касается собственности своего бизнеса. Кто-нибудь уже слышал такую замечательную новую тему национального проекта? Отлично. Что это такое? Ну, как трудно. Ну, давайте так. В каких сферах у нас национальные проекты есть? Здравоохранение очевидно, правильно? Демография очевидна. Где еще есть у нас проекты? Ну, в экономике тоже однозначно, да, инвестиционный климат и так далее. Так вот, один из национальных проектов, он четко касается сельского хозяйства. Как бы вы думали, какую именно сферу? Не все так просто. Оно касается малых форм хозяйствования. Хотя, казалось бы, то бишь, это фермеры, это семейные фермы. Почему именно фермы? Потому что все правильно, вы говорите, животноводство, молочное скотоводство, мясное скотоводство. То есть мы прекрасно понимаем, что фактически очень большие результаты, они начинаются, как правило, с очень маленьких шагов. Правильно? Вот с наших шагов, когда мы для себя определяем, куда мы идем. Поэтому государство считает, что сейчас вот поддержка вот именно этих малых начинаний, которые фактически... У нас есть очень хороший пример же, да, Александр Михайлович? Настя Денисова, которая вот еще будучи студенткой Академии, решила, что я буду заниматься позами, да. То есть постепенно пришло увлечение, сейчас она достаточно серьезно уже производит сыр. И все еще продолжая учиться, она уже фактически получает эти меры поддержки. Каким образом ей это удалось? Ну, для начала она приняла участие в замечательном проекте нашему федеральному, Иволга. В Иволге кто-то уже участвовал? Есть ли, слышали, что это за проект? То есть это некая такая игра, когда студенты, у вас есть возможность принять участие в ней в течение лета. Практически полторы недели вы живете со своими сверстниками на территории Самарской области, находится в районе поселка Прибрежный, и у вас, собственно, такая достаточно серьезная хорошая среда возникает. То есть у вас есть эксперты с одной стороны, у вас есть ваши сверстники, в конце концов вы сами, ваши преподаватели, которые могут вас сориентировать в конкретном вашем проекте. Вы приходите сюда с проектом, вы фактически можете его за эти полторы недели достаточно серьезно подработать, отработать. Но самое главное, что вы уносите оттуда. Если ваш проект действительно имеет реальное зерно, то вы получаете на него грант, и вы можете уже начать реализацию, что, собственно, Настя и сделала. Дальше есть еще очередной проект, который фактически для вас, я думаю, что тоже будет интересен. Он называется «Начинающий фермер». Буквально вот через две недели он будет здесь проходить в стенах Академии. И чем же он интересен? Вы можете построить некую бизнес-модель вашего будущего предприятия, отработать его, опять же, здесь со специалистами, и данные проекты мы в итоге отбираем, отправляем их на Федерацию. С Федерации нам лучшие проекты возвращаются с рекомендацией выделить гранты на их реализацию. Собственно, по такому же пути прошла и Настя. Она победила в данном проекте «Начинающий фермер здесь, на нашей территории». Также заручилась поддержкой на уровне Федерации, получила ту самую рекомендацию и в прошлом году получила грант. Таким образом, постепенно, шаг за шагом, у нас уже достаточно большое количество примеров на территории Самарской области, когда приходит молодой специалист, изначально получает первую выплату, потом получает выплату в течение трех лет, работает на предприятии, дальше повышает свой уровень, уже выходит в свой бизнес, параллельно он обращается и получает субсидии на жилье, то есть фактически воспользоваться в всецеломерной поддержке он может. Теперь, наверное, о самом интересном. Сельское хозяйство — это такая достаточно интересная сфера. В течение трех лет у нас с вами всегда происходят модификации. И последняя тенденция, которая действительно у нас сейчас будет стоять во главе угла, — это информатизация, это цифровое земледелие. И в этой связи, я могу честно сказать, специалистов у нас раз-два и обчелся. Поэтому, если вы еще пока для себя не решили, все-таки, наверное, нужно уже задаваться вопросом и себе четверто сказать. Все-таки лучше работать на той территории, которую ты знаешь, нежели приходить на другую, которая тебе неизвестна по мере того, что ты на ней не рос, ты не понимаешь пока, какие на ней условия. Городские территории применены своими, скажем такими, ну, серьезными обстоятельствами. Могу вам сказать, как городской житель, 85% времени ты проводишь где-то на работе, либо в пробках, и фактически для того, чтобы отдохнуть, у тебя остается один день, в котором в лучшем случае ты будешь что делать? Спать. Это правда. Это так и есть, потому что все остальное время у вас будет отрываться с чем-то другим. Все-таки, когда ты в своем доме, когда ты находишься ближе к своей земле, которую ты знаешь, ты находишь больше, наверное, соков и корней, которые тебя питают. Спасибо. И давайте, наверное, будем учиться друг у друга, потому что, наверное, вот каждый человек, который нам встречается в жизни, это наш самый лучший учитель. Спасибо большое. На сцену приглашается декан агрономического факультета Сергей Николаевич Зудилин. Здравствуйте, дорогие наши будущие абитуриенты, родители. Я приветствую вас от имени нашего агрономического факультета, который является как бы основой нашего аграрного университета. Потому что именно с основания агрономического факультета история у нас как вуза и началась. Мы готовим, как бы, традиционно по нашим основным сельскохозяйственным направлениям. Ну и главное наше направление, по которому мы готовим уже практически больше, наверное, 100 лет, потому что земледельческое училище тоже готовило агроному. Там было первое занятие в нашем корпусе главном, начались 1 сентября 1903 года, но именно и тогда было шестилетнее образование на полном пансионе. Поэтому агрономия – это наше основное направление, которое сейчас и, в принципе, и востребовано, наверное, больше всего. Потому что наша матушка-земля, она остается, никуда не девается, и на ней нужно работать. И сейчас, хотим мы или не хотим, но нам придется на ней работать. Потому что, по официальным данным, в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации где-то по России заброшено 40 миллионов гектаров башни, которую сейчас нужно заново вводить в оборот. И вы представьте, население мира растет. По данным ЮНЕСКО, около 3 миллиардов из всего населения мира постоянно голодает. Где продукты питания? Где есть этот источник? Это есть как раз у нас в России. И последние годы мы реально видим, что цена на зерно, на нашу сельскохозяйственную продукцию растет. И увеличивается экспортный потенциал. И президент, и председатель правительства говорят о том, что сейчас от продажи зерна Россия уже получает больше, чем от продажи оружия. Вот это наш потенциал. Мы должны его использовать. И естественно, сейчас это является самый привлекательный бизнес. Вот какие еще, вы знаете, самые интересные сферы производства, которые приносят деньги у нас в России? Ну, понятно, это нефть, газ, банки. Но там уже есть свои дети, которые, естественно, никого туда не пустят, в эти отрасли. И наш бизнес аграрный является, по сути, сейчас самым перспективным. Потому что за годы, вот эти 90-е, на 2000-е, из сельского хозяйства ушло очень много хороших специалистов. Потому что они являли именно хорошие специалисты, но они имели уже все преклонный возраст, ушли на пенсию. Замены достойные, идет им очень мало. Потому что всегда считал, что сельское хозяйство – это дыра, туда не стоит идти. И сейчас вот вам, молодым, прямая дорога в сельское хозяйство, чтобы там можно было сделать очень хорошую карьеру. Могу привести пример. Вот недавно только встречались мы с одним из наших руководителей сельскохозяйственного предприятия по Самарской области. Его сын сейчас учится у нас. Он говорит, когда я ему говорил, давай поступай в сельскохозяйственную академию, тогда были, он говорит, да ну, чего я там забыл. Ну, хорошо. И он просто повез его на районное совещание и показал, на каких автомобилях ездит сейчас руководитель сельскохозяйственных предприятий. Говорит, вот видишь, где ты еще в какой отрасли сможешь тоже ездить на такой машине. То есть это один из показателей того, что действительно в сельском хозяйстве можно сделать сейчас очень быстро и успешно свою карьеру. Потому что вот не было еще на каждой неделе два, три, четыре, пять звонков мне, как декану агрономического факультета, и говорят, дай мне хорошего агронома, кого ты мне можешь рекомендовать. Вот только где-то в четверг ко мне с Борского района приезжал руководитель успешного предприятия, с нашего Кенельского района, говорит, дайте нам агронома, вот дай мне на практику кого-нибудь, я ему там буду зарплату нормальную платить, будь у него там машины служебные, чтобы он с правами был. То есть потребность в специалистах есть. И агрономы сейчас это все-таки главный человек на селе. От него зависит, какая технология будет в предприятии в дальнейшем применяться, сколько будет произведено кормов для животноводства и так далее. Притом наша агрономия действительно направлением уже как бы у нас большие традиции. На нашем факультете именно по агрономии есть и бакалавриат, и магистратура, и аспиратура, и докторантура, и работает также диссерционный совет. И наши выпускники востребованы не только у нас в России, но и за рубежом. Можно привести несколько примеров, как наши студенты сейчас уже работают в зарубежных компаниях, а некоторые работают уже за границей, хотя не закончили наш агрономический факультет. Пожалуйста, вот, например, сейчас наш выпускник Алексей Купиков работает в Швеции в одной крупной сельскохозяйственной корпорации, хотя он только еще в 2012 году закончил наш экономический факультет. Но знал хорошо иностранный язык, прошел подготовку еще дополнительно в докторантуре университета Анжи в Франции. Сейчас он работает за рубежом. Наш выпускник. Следующее наше направление, которое тоже сейчас перспективное, это направление садоводства. Отрасли садоводства, плодоводства сейчас в Самарской области развиваются усиленными темпами. Есть уже очень много предприятий, которые выращивают наши яблоки, наши землянику, малину. Поэтому строятся современные тепличные комплексы в Тольятти, в Самаре. Вот со всеми у нас партнерские связи. Вот буквально через две недели наши студенты поедут уже на знакомительную практику на несколько дней в закрытое акционерное общество тепличной в Самаре, которое является сейчас одним из самых передовых предприятий Самарской области и производят уже большое количество всех и зеленых овощей, и помидоров, и огурцы. Все там сейчас есть. И при том это все хорошего качества. Потому что президент сказал, мы должны производить свою продукцию, плодовую, ягодную. И мы по этому направлению готовим специалистов. Следующее направление, которое также востребовано, это лесное дело. По лесному делу у нас сейчас не хватает специалистов, специалистов, потому что уже в 90-е годы и начало 2000-х многие ушли из этой отрасли. И сейчас леса легкие планеты. Мы должны в Самарской области их восстанавливать. На третьих направления, агрономии, садоводство и лесное дело, необходимо сдавать три ЕГЭ. То есть предоставить к нам сертификаты единого государственного экзамена по русскому языку, математики, обязательно не базовая, а профильная, и биология. Три результата ЕГЭ. Притом, значит, практически у нас на все эти направления есть достаточное количество бюджетных мест. То есть это гарантированная стипендия, если вы будете хорошо учиться. И потом, в дальнейшем, уже со второго курса, как сказал Александр Михайлович, вы будете иметь право получать и повышенную стипендию, которую наши студенты получают от 10 до 15 тысяч. За разные, за достижения в науке, за достижения в спорте, спорт, культурно-массовые деятельности и так далее. И четвертое наше направление, оно вообще считается одним из самых престижных в Академии. Это землеустройство и кадастры. Выпускники по этому направлению могут работать не только в сельском хозяйстве, но также и в нефтегазовой отрасли. У нас партнерские связи со всеми нашими крупными компаниями, такими как Роснефть, Самара, Нефтегаз и другие. Мы отправляем туда каждый год наших студентов на практику. И требования довольно-таки жесткие, чтобы был средний бал учебы в Академии. В университете не менее 4,5 было. Активно участвовали в разных мероприятиях, в том числе научных конференциях. И тогда только они берут на практику. И, кстати, наши студенты потом остаются там сразу же и работают очень многие. При том, дать им должное, этим компаниям, они идут на такие уступки, что разрешают им работать не целый день, а, например, половину рабочего дня. Но главное, чтобы был хороший специалист. И, естественно, получают уже на практике очень приличную зарплату. Поэтому выпускники, вот именно по землеустройству кадастра, работают во многих отраслях. В том числе строительство. Это федеральные структуры, такие как Росреестр, то есть бывшая кадастровая палата, регистрационная палата. Все это объединено в одну большую структуру. То есть они очень и очень востребованы. Но здесь вот на землеустройстве и кадастры необходимо сдавать физику. То есть русский, математика профильная и физика. Единый государственный займ по физике. Потому что довольно-таки сложная учеба. Кстати, сейчас это направление вообще супермодное, потому что здесь очень много элементов цифровизации, очень много дисциплин с этим связаны. То есть это и фотограмметрия, и дистанционные зондирования территории, и многое другое. Значит, по всем нашим направлениям мы занимаем ведущие позиции в нашей России. Кто хочет узнать поподробнее про наш факультет, про все наши направления, мы приглашаем к нам на встречу в наш агрономический факультет, главный корпус. Мы вместе пройдемся отсюда. Я буду ждать здесь вот перед выходом из Дома культуры справа. Ну, сходим, я вам расскажу подробно про наш факультет, наши достижения. И я думаю, что вы захотите учиться только у нас. Спасибо. На сцену приглашается декант факультета биотехнологии и ветеринарной медицины Владимир Владимирович Зайцев. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады, что вы в такой хороший морозный день приехали. К нам доехали, не замерзли. Вот недавно мы были на конференции в городе Отрадно. И там были с севера, с Якутии приехали ребята. И вот такой есть, как анекдот, мне анекдот. Позвонили в Якутию. Как там у вас погода? Они, минус 20. Как минус 20? Передавали минус 50. Так это же на улице, а тут у нас нормально. Но у нас хорошо, хоть на улице минус 20, у нас хорошая, благоприятная обстановка. Дорогие друзья, ну все-таки хорошо поступать в сельскохозяйственный вуз. Почему? Вот Таиза Михайлович говорил, что выдающиеся люди после окончания сельскохозяйственного вуза занимали очень хорошие посты. Но я, мой пример последний, что мы всей семьей фанаты биатлона. И сейчас есть такой у нас биатлонист Александр Логинов, который занимает второе место в Кубке мира по биатлону сейчас. И он выпускник аграрного вуза, Саратовского аграрного университета. И мы болеем за него и как за нашего коллегу, и как за нашего спортсмена. Ну я хочу рассказать про наш факультет, факультет биотехнологии и ветеринарной медицины. Ну, каждый начинает и говорит, что это самый лучший факультет. Я не буду исключением, потому что наш факультет точно самый лучший. Ну, почему самый лучший? Потому что он наш может быть. Для агрономов лучше агрономический факультет, для инженеров инженера, а для нас будет наш. Ну и нужно любить свой факультет, свои профессии и так далее. Кого мы выпускаем? Мы выпускаем за техников. Это за техников, ветеринарных врачей и биологов. Самая важная профессия в сельском хозяйстве, это какая профессия? Профессия за техник. Правильно. Значит, почему? Потому что все вокруг за техник крутится, все остальное производство. Агрономы готовят корма, инженеры механизацию проводят, кормление и так далее. Технологи для чего нужны? Перерабатывать продукцию. Да, экономисты считают, дебет-кребет. А ветеринары что делают? Лечат этих животных, которых выращивает зоотехник. То есть, самое главное, зоотехник. Ну и я хочу сказать, что в настоящее время нужны такие специалисты, которые знают технологию, умеют работать в коллективе, знают языки и так далее. Но хочу сказать, что таких специалистов не готовит ни один вуз. Мы решили пойти другим путем. Мы отбираем из самых ребят, которые видят себя в сельском хозяйстве, хотят сделать карьеру в сельском хозяйстве. Мы их отбираем и готовим по практикоорентированному направлению подготовки. Что это такое? Это значит, что мы формируем группу студентов и направляем их в лучшее хозяйство в нашей области. Месяц они стажируются, месяц учатся, месяц стажируются, месяц учатся. В году они проходят стажировку 4 месяца в год. За 2 последних года 8 месяцев. В самых лучших хозяйствах, где есть чего научиться, где есть современные технологии. Они учатся работать в коллективе, работать с людьми. Это очень важно. И это уже готовые специалисты, которых берут на руководящие посты в любое хозяйство. Это очень развитое молочное животноводство в Воронеже. Там 17 комплексов, которые имеют больше тысячи голов крупно-роган скота. И они наших ребят на расхват берут. А что это такое, возьмут ребят? Это значит жилье. Это значит приличная зарплата в районе 60 тысяч. Это уважение и почет. Все, что нужно для жизни. А для жизни, я как взрослый человек, хочу сказать, что нужно жилье, работа и семья. Все, больше остального, больше какого-то из этих пунктов не будет. Это уже хорошего будет мало. Следующее, ветеринарные врачи. Ветеринарные врачи в последнее время это профессия для городских, в общем-то, жителей. Две трети студентов ветеринаров у нас учатся с города Самара, то есть с крупных городов. А почему? Потому что в Самаре около ста рынков, где на каждом из них есть ветеринарный врач. Около ста ветеринарных клиник, где несколько ветеринарных врачей. Ну и вообще-то такая профессия иногда выгоднее лечить животных, чем лечить человека. Я приведу пример, что у нас очень много студентов, которые переводят с медицинского университета к нам сюда. Один из главных врачей ветеринарной клиники, друг Владимир Ваньков, он медик. Я ему говорю, почему ты пришел к ветеринарии? Он говорит, если я скажу, что я люблю животных, это будет лукавство. Я просто хочу много зарабатывать. Вот его слова. И вот я один пример привожу всегда. Операция на крысе стоит 3000 рублей. Крыса стоит 150 рублей. Может быть, ее за хвост и выкинуть, и купить новых 20 крыс. Но, тем не менее, будут лечить именно эту крысу. Потому что она член семьи, она лучший друг. Ну и третье направление подготовки – это биология, профиль биоэкологии. Кто такие биоэкологи? В каждом районе есть экологическая служба, в котором наши специалисты работают. Это санэпидемстанции, это при круглых предприятиях также есть экологические службы, при всех. Это водоканал и так далее, научно-исследовательские учреждения и так далее. То есть это тоже очень интересное направление. Но я хочу сказать, биологи – это отдельная каска. Они не относятся к сельскому хозяйству, это биологическое направление. То есть они немножечко особенные. Ну и в заключение хочу сказать, что карьеру можно сделать с любой специальностью, с любым направлением. Поэтому я в заключение скажу слова Владимира Семеновича Высоцкого. Я счастлив и нем, и завидую только тем, у которых все впереди. У вас все впереди. Думайте, выбирайте, дерзайте. Спасибо. А кто поподробнее хочет узнать про наш факультет, Сергей Николаевич будет на улице стоять, пусть там мерзнет. А я буду перед дверями здесь тепло, и мы здесь встретимся с вами и пойдем. Наш корпус напротив находится, самый красивый корпус этот напротив. Ориентир – бык и лошадь. Понятно? Все, до встречи. А на сцену приглашается декан инженерного факультета Сергей Владимирович Пашков. Добрый день, уважаемые родители, школьники, родственники, знакомые. В морозный день вы точно все наши студенты, это самое главное. Потому что просто посмотреть, поморозить щеки, нос, вряд ли кто-то поедет. Ну, долго говорить не буду, факультет сегодняшний день является самым большим. У нас чуть больше 1200 студентов, из которых чуть меньше 500 на очной форме обучения. И мы имеем возможность готовить также боковый ряд, магистратуру, аспиратуру. И факультет отличается от всех остальных тем, что кроме профильной математики, русского языка, физики, нам еще есть одна специальность с бюджетными местами, это обратить внимание, профессиональное обучение. Там как раз третий ЕГЭ – общество знания. Он сегодня является самой популярной в области, да и нам во всей России. Порядка 40% именно выбирают общество знания. Вот по этому направлению у нас также есть бюджетные места, на которые вы можете при желании претендовать. Туда, конечно, самый высокий конкурс. Это единственная специальность, где количество девушек в группе сильно больше количества мужчин. Потому что все остальные инженерные специальности, сами понимаете, в каждой группе одна-две девушки. Ну и то, хочу сказать, вот особенно для девчонок, которые хотят быть инженерами, инженершами, это самая востребованная профессия. И ключевой особенностью последних вот пяти лет является то, что вы гарантированно, поступая к нам, вы гарантированно находите себе работу. То есть мы гарантированно вас трудоустроим. Система дуального обучения, которая у нас начинается с третьего курса, и мы своих студентов направляем в передовые хозяйства области, в первую очередь в Самарской области. И самое главное – сельхозмашиностроение. Наша Самарская область славится тем, что располагается много современных заводов, но много их, четыре крупных, где производится сельскохозяйственная техника. Это самое известное, наверное, многие из вас знают, завод Амазона Евротехника, который располагается в городе Самара, завод Пегас Агра, который также вот в керамике располагается, его строительной площади. Мы готовим инженеров-механиков, инженеров-электриков, инженеров-сервисной службы и автомобилистов-инженеров в сфере автомобилей и автомобильного хозяйства. Но мы ее так для себя называем городской специальностью. Поэтому вы все имеете возможность подавать к нам документы, иметь возможность выбирать специальности. Количество бюджетных мест у нас порядка 150 ежегодно. На следующий год небольшое увеличение, но там в пределах трех мест. Ну, во всяком случае, мы стабильно имеем тот минимум, который есть. Также имеется магистратура по всем тем специальностям, которые вот здесь есть. Это три программы подготовки. Вы также дальнейшее обучение можете там продолжить. Но инженеры-люди смиренные, спокойные. Мы предпочитаем больше работать и показывать дела. Поэтому вас всех жду после этой встречи на территории инженерного факультета. Это там, где сейчас два пьедестала. На одном отсутствует автомобиль ГАЗ-АА, на другом трактор ХТЗ присутствует. Вот заходите в этот корпус. Я как раз расскажу, почему нет у нас автомобиля ГАЗ-АА, и когда мы его увидим в другом облике. Спасибо большое. На сцену приглашается декан технологического факультета Владимир Николаевич Сысоев. Дорогие друзья, разрешите вас поблагодарить еще раз, что все-таки вы нашли время приехать в наш ВУЗ и посетить нашу встречу День открытых дверей. Значит, наш технологический факультет сравнительно молодой. В 2018 году мы отметили юбилей 25 лет. Но, тем не менее, наш факультет... Ну, я, наверное, начну так же его хвалить. В общем, я думаю, что вокруг нашего факультета вся земля-то и вращается. Почему? Дело в том, что агрономы прекрасные специалисты, они поставляют для нас сырье. Специалисты факультета биотехнологии замечательные люди, но они тоже поставляют для нас сырье. Инженеры, они еще более прекрасные люди. Они помогают агрономам и зоотехникам поставлять для нас сырье. А вот мы как раз те люди, которые, в общем-то, и... Ну, швырку, конечно, мои слова, понимаете, да? Но, тем не менее, которые отвечают за здоровье, можно сказать, в кавычках, за комфортную, может быть, жизнь людей. Почему? Потому что, ну, надо сказать, что, конечно, как вот Владимир Владимирович сказал, главная в жизни в том числе и семья. Но, вы знаете, в семье, когда есть что покушать, когда есть пригласить, возможность людей на хорошие продукты, приготовить их самому, я думаю, что это дорогого стоит. Вот. Ну, теперь чуть посерьезнее. Значит, на нашем факультете два основных направления подготовки. Это технологии производства и переработки средственной продукции и направления товароведения, где вы можете работать, ну, если вы, конечно, к нам поступите, вот, на эти направления подготовки. Если говорить о направлении технологии производства и переработки средственной продукции, то это все перерабатывающие предприятия, которые находятся на территории Самарской области, и не только. Я не думаю, что я тут что-то погрешил. Если вы примерно, ну, даже вот проще сказать по-простому. В любом районе, в любом городе всегда присутствует какое-то предприятие, связанное с пищей, в принципе, с переработкой. Это может быть самая распространенная хлебопекарня. Сейчас это может быть и какое-то пивоваренное предприятие. Если говорить о более крупных предприятиях, здесь уже подключается мясопереработка. Ну, вот, допустим, кто-то, может быть, из города. Я думаю, вам сразу в голову придет, какое предприятие мясоперерабатывающее у нас самое большое, наверное, в Самарской области. Вы, наверное, его знаете, да? Ну, поподробнее я вам объясню, когда мы встретимся, скажем так, пулуарно, в общем-то, о всех сферах, скажем так, переработки, мясопереработки. Что касается специального направления подготовки товароведения. Здесь тоже большая возможность для трудоустройства. Практически все торговые сети, все магазины, в общем-то, испытывает определенную потребность в наших специалистах. Поэтому, да даже вот для себя, по-простому даже, вот обучаясь на направлении товароведения, вы не только обретете себе работу, но вы хотя бы научитесь правильно продукты выбирать. Потому что вот зайдем мы с вами в любой магазин, там, пятерочку, магнит. Это не они виноваты. Когда мы начинаем смотреть на состав продукта, там еще надо подумать, что выбрать. Вот, например, по-моему, позавчера заходил я в магнит, люблю подходить к полочке, где расположены у нас мясопродукты всевозможные. И на вскидку смотрю, думаю, так, что у нас изменилось по сервелату, например, московский или финский. Смотрим там. Соответственно, продукт мясной. Если мы начинаем читать состав, ну, наверное, как-то для вас это как-то, может быть, не бросается в глаза, а для меня всегда бросается в глаза. Первым, я не буду говорить, в каком наименовании указано сырье, обычно сырье на этикетке указывается в порядке убывания. То есть самое большое и побежали дальше. Там, минимально. Так вот, первое в одном из колбас было жир, а продукт называется все-таки мясной. Когда вы пройдете обучение по направлению товароведения, вы научитесь, я так думаю, разбираться в продукции, научитесь ее выбирать, будете производить определенные экспертизы этих продуктов и можете давать рекомендации о том, что вот на данный момент интересного, из чего продукция есть в торговой сети, а что можно как-то оставить за бортом. Поэтому вот даже вот небольшой такой вот рассказик о двух направлениях подготовки этих говорит о том, что, ну, очень перспективное направление, особенно сейчас. Особенно сейчас. Много очень продуктов, в которых приходится просто разбираться. Иначе, если кушать все подряд, ну, конечно, это не совсем правильно. Для того, чтобы поступить на наши направления, еще раз напоминаю, значит, на технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции нам потребуется один из ЕГЭ – это биология, ну, а, соответственно, товароведение – это естествознание. Более подробно, с ответом на все вопросы, я думаю, мы сможем с вами побеседовать, когда пройдем на территорию технического факультета, в виде экскурсии познакомимся с факультетом. Ну, а я буду ждать, да вот рядышком где-то буду ждать, меня увидите, подходите, и, например, пойдем на факультет, и все узнаете. Спасибо. На сцену приглашается декан экономического факультета Оксана Владимировна Мамань. Добрый день всем присутствующим. Приветствую вас от лица экономического факультета. Мы по праву считаемся самым молодым факультетом нашего университета, скажем уже теперь, но в этом году, тем не менее, мы будем отмечать 25 лет, 25-летний юбилей. Итак, экономический факультет предлагает и реализует следующие образовательные программы. Итак, направление менеджмент. Все те, кто хочет научиться управлять организациями, предприятиями, собственным временем, персоналом, качеством, вот как раз вы должны поступать на направление менеджмента. Если вы хотите работать в органах государственной власти, в муниципалитетах, в администрациях, то для вас нужно выбирать направление государственное муниципальное управление. И в рамках направления экономики реализуется программа экономика предприятий, организации, бухгалтерский учет, анализ, аудит. В любой сфере, на любом предприятии есть экономист и есть бухгалтер. Бухгалтер – это тот человек, который ведает денежными средствами, грамотно их расходует, экономист – это тот, кто планирует расходование денежных средств, умеет стратегические мысли, разрабатывает бизнес-планы, строит бизнес-процессы и так далее. Поэтому, если вы хотите стать успешным руководителем, предпринимателем, бизнесменом, то добро пожаловать на экономический факультет. Для того, чтобы поступить на все направления подготовки, вы должны будете предоставить результаты единого государственного экзамена по профильной математике, русскому языку и общество знанию. Желаю вам успешно сдать единый государственный экзамен. Надеюсь, что мы встретимся с вами летом в приемной комиссии нашего вуза. И, соответственно, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием вам на них отвечу. Я буду вас ждать также при выходе из данного зала. Надеюсь, с другими деканами вы меня не перепутаете. Дорогие друзья, более подробно у нас еще есть одно мероприятие, которое сегодня не было озвучено, тест-драйв. В течение двух дней вы можете почувствовать себя студентами, проживайте в жизни, все это бесплатно, ходите на занятия и знакомьтесь с нашим вузом более подробно. Сейчас мы с вами не прощаемся. Помните про экскурсию, поэтому приглашаем вас пройти на экскурсию. Всего доброго и до встречи в стенах Самарской государственной сельскохозяйственной академии.